Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 486. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. 11.04.2017 года. Так, и вот новый человек пришел и задает вопрос. Павел Дорожкин. Отче Игнатий, помолитесь, пожалуйста, за грешного раба Божьего Павла. Я художник. Полгода назад принимал участие в росписи храма в честь мученика младенца Гавриила Белостовского, город Минск. Сейчас, к сожалению, работаю водителем. Хочу открыть производство могильных православных крестов. Дерево, металл. Как думаете, это было угодное дело? Если да, благословите. Ну, необычный такой вопрос. Как, я не буду говорить там, господи, дай то другое. А как тебе угодно, Павелу этому. Покажи правильную дорожку, куда ему идти. Видишь как, считает, что плохо, что он шофером стал. Да разве это плохо? Что сравнивать-то? Так крест каждый сам себе делал. Ну, может быть, кому-то и надо и гроб делать. Ну, помолитесь. По слову Божию, хоронить оставлено человеку должность. Чтоб самому мертвеца не превратились. Оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А уж про нас капать, да искать мощи там резать, этого нет нигде. Не знаю. Дерево, металл. Богоугодное дело хоронить. Все равно это богоугодное дело. Об этом мы считаем книга Тавит. Первая глава, когда он убитых подбирал. И христиане заботились о покойниках. Ну, вам-то нет. Там пьяницу хоронят. Вы ему будете делать это. Ваш кусок хлеба. Не знаю. Ну, и не богопротивное. И вы все-таки сходите к священнику в храм. Но если пойдете, спросите его рядом там, который. И что священник скажет, так и делайте. Вот я так думаю. Владислав Мурущак. С 18 по 20 октября 2016 года в Москве в здании церкви «Слово жизни» проходит Малый Собор Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников. Тема собора «Служитель церкви XXI века». Характер, образ жизни, профессионализм. Вот это тема такая у них, у сектантов. На сектантском мероприятии, собравшем около 300 епископов, пастырей и пресс-фитеров из разных регионов России, с приветственным словом выступил секретарь отдела внешних церковных связей московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан Игумнов, ранее неоднократно принимавший участие в экономических молитвах с инославными. Ну, что сказать. Ну, в первую очередь, кто дал указания, его из сана извергать надо. Ну, и этого Игумнова, фамилия-то какая-то прямо профессиональная. Отца Стефана. Много есть канонов, которые запрещают молиться с еретиками. И далее. Какие собрались? Епископы. Ни одного епископа там не было, и ни одного пресс-фитера не было. Сбор еретиков. Лютых еретиков, при том лютых. При том бесноватых. Это не баптисты, там просто еретики. Это бесноватые еретики. Разные языки, там это гласолалия, там что делается. Харизматы это их родной дом. А то они дошли уже до этого. Ну, вот, пожалуйста, где это мы видим? Чтобы так разговаривали. Почему Антоний Великий говорит, я никогда за всю жизнь ни разу не беседовал мирно с еретиками. Им нужно сразу сказать, спасения нет в ваших сектах. Придумали динаминация, конфессия. Запомните эти слова. Их часто употребляют еретики. Динаминация, конфессия. Нет таких слов ни в Библии, ни их не знал ни один святой отец, ни каноны. Это слово ересь, еретики. Сатана скрыл двумя покрывалами, конфессиями. Ну, конфессия, а что это такое? Что это за решето такое? Это еретики. И все они являются наследниками, последователями Дофана, Верона, Корея. Четвертая книга Моисеева, числа, шестнадцатая глава. Всем им ад уготован. Ни один еретик в царстве Божьем не будет. Как Агапит, когда болел монах, ну и решили помочь там врач, знающий дело-то. Ну, берут раз в клинику, второй раз, третий, желудок что-то не поймут, желчный пузырь. Ну, надо разобраться. Может быть, что-то другое там у тебя еще есть-то. Он первый вопрос задал. А ты кто? Кто я, врач? Стоят монахи, которые привели. Уже сам-то полумертвый лежит. А ты как веришь? Как я христианин? Ну, я верю, как армянин, армяне. Армянин? Братья, да что ж вы сделали? Завели его сюда ко мне в келью-то, воздуху-то сколько перепортил. Уже умирает. И он понимал, что нельзя так. Ну, а вы бы стали врача? Да, конечно, стал бы. Но, однако, показывала ревность. И здесь неоднократно принимавшего участие в экуменических молитвах. То есть с сатанистами. Экуменисты, которые это самые настоящие претещи антихриста, готовят его престол. Благодарю тебя. Ну, это ставит иногда Владислав Марущак. Сергей Корнаухов. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Может, вы сможете помочь с вопросом? Я проживаю в селе Зимари-Калманский район. В Алтайском крае. И у нас в селе нет храма. В деревне очень много людей пожилого возраста. И по опросам хотели бы посетить храм на поселок Южный. Добраться не у всех есть возможность. А многие хотят исповедоваться. Вот меня мучает вопрос. Как можно помочь дедушкам и бабушкам нашим? Игнать Тихонович, посоветуйте. Вот видите, какой один вопрос, другой совершенно разный вопрос. Я беру только часть. Вчера только сказали, я в контакте не бываю. А там пришло, там модератор работает, администрация. И какие так покажутся важными вопросами, ко мне их перебрасывают. Ко мне. Ну я-то не знаю, сколько, 340 вопросов задали. 340 люди приходят и иногда просто говорят такие слова, одобряют, молятся или что. 340 писем. Я знать не знаю. Я в контакте не бываю, но вчера пришлось зайти туда. Я вот бываю в моем мире, наш форум, в моем мире это моя страница. И наш видеоканал, и сайт. Вот тут я бываю, 4 ресурса наши. По чужим мне некогда ходить. Иногда укажут какие-то там, разобрать. Тогда на этом останавливаюсь, разбираю. Я отвечаю. Обратитесь к местному митрополиту Сергию. И он может прислать к вам священника. Ну он поблагодарил и все. Дальше. Никита Басманов. Инать Тихонович, спасибо за отклик. Я уже несколько лет смотрю ваши удивительные ролики. И пользуюсь материалами с вашего сайта. Хотел наладить контакт, так как стали появляться небольшие вопросы по описанию. Надо будет всех их собрать и систематически изложить, чтобы вам было удобнее ответить. Дальше. Инать Тихонович, хочу у вас пока спросить. Я нигде не встречал книгу правил на русском языке, чтобы церковь бы где-то издавала официально. Это с чем связано? И еще знаете ли вы кого-нибудь, кто кроме вас занимался еще ее переводом на русский? Знаю, знаю. Григорий Грабб, епископ зарубежной церкви. И у меня, ну тоже я могу попутно сказать, это Господь так сделал. Когда я еще не был за рубежом нигде, только освободился, то меня уже приглашали посетить русскую православную зарубежную церковь. Ну а тут большая книга у меня, это примерно 25 сантиметров высота, ее называется «Каноны» или «Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских, поместных и святых отцов». Видите, с крестиком какой ровный, без всяких набалдажников. «Каноны» или «Книга правил». Тебе видно или нет там, где направь приблизь там. Что тут? Читай. «Святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых отцов». Если бы меня коммунисты не арестовали, я не сидел, меня бы никто не знал. А за рубежом следили за этими. Они молились за меня, когда я сидел в вузах, в лагере. И вот эта печать, личная печать митрополита Виталия. Это предстоятель русской православной зарубежной церкви. Я могу рассказать, что я много раз, я жил в синодии у них там, и много раз мы молились вместе с ним. Он от меня стоял, ну вплотную стояли у меня такая, ну ему уж по 90 лет, это было в 92 году, июль-август. Такая загородочка, чтобы ему никуда не упасть, он стоял и молился. Я говорил, настоящий молитвенник. Я не видел, чтобы епископы так молились, это митрополит. Я никогда не видел, чтобы в людях, в еписках была такая революция, он сухонький-сухонький, как листик сушеный. И вот сейчас я не знаю, в Сиэтле или где-то мы были, но меня там возили, я же не знаю где. Людей собралось много, они были оповещены, и огромный так, подиум этот, как назвать там у них, возвышение, и возвышение большое, около метра. Туда ступенькой поднимаешься, видимо там у них проходили собрания, там выступления и кафедра. И меня вызвали сказать слово, и я стал говорить. В первом ряду сидел митрополит Виталий. Я эту картину перед глазами держу все время. Я даже думаю, нормально говорил, мне так кажется, ничего особенного не сказал. И вдруг он поднимается, и быстрыми шагами поднимается наверх, ко мне подходит, просит у меня микрофона. У меня микрофон, кажется, в руках был, или на этой стоял, он вынул его. Вот, вот видите, вот наконец-то нашелся человек, вам это говорит. А я вам все время говорю, вы не слушайте. Из России Бог прислал подтвердить, что это так. То есть у меня задача была разбудить народ. Я опять веселый, пошел и сел на свое место. Я дальше продолжаю говорить, он снова поднимается, по ступенькам кверху, подходит и опять. Это простые вещи, но я думаю, не каждый может похвалиться благодатью, которая исходила из уст. Не моих, а Божиих. И вот еще до нашей встречи он мне подарил эту книгу. И вот первая страница его рукой написана. Считай. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Игнатию Тихоновичу Лапкину даруется сия книга правил ради его миссионерской всесторонних трудов во славу Божию. Не загибай. Всесторонних миссионерских. А это что-то стоит? И на укрепление и защиту православной веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви. Киреево Пасха. 1991 год. Киреево означает 7 апреля. Благовещение и Пасха совпали. Вот, понимаете, показать только. Такая большая книга. Все соборы, вот они как указаны здесь. Как эта книга выглядит. Большая книга, очень большая. И вот она на русском языке уже переведенная. Григорий Граби трудился. И далее симфония. Я когда-то составлял симфонию, переводил. Ну, а когда я увидел, что все это есть, ну, я и не стал даже свое выпускать. Симфонию на неканонической книге я выпустил. Ну, и составлено на неканонической книге Библии. Симфонию на жития святых составлял. А это не стал даже составлять. То есть, публиковать нигде. Вот она где. И мало того, даже на оглавление, на все, на все, что здесь дается еще, вот она, по буквам. Как легко найти. Я ее пользуюсь постоянно. Вот у меня спрашивают иногда, ну, те, которые ничего не делают, за мной подсматривают. И всегда, а кто благословлял? А откуда? Кто вам разрешил? Вот здесь посмотри где-то, Виталий. Виталий, митрополит Игнатий. Сейчас посмотрим. Вот он мне, когда я еще не встречался, это в 91-м году, а то было в 92-м. Вот посмотрите, какой документ. Видно, нет? Президент. Вот впереди написано. Это означает глава русско-православной синода православной зарубежной церкви. Считай, что написано. Игнатий Тихоновичу Лапкину преподается нами Божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность. В проповеди Слово Божие. Защиту и укрепление веры в Российской православной церкви. Митрополит Виталий. Митрополит Виталий, первый иерарх в русской православной зарубежной церкви. Архиепископ Нью-Йоркский и восточно-американский. И архиепископ Монреальский и канадский. Видите, какое длинное название, как у Папы Римского. И тут же его печать. Вот я скажу, у кого есть подобный документ на всестороннюю миссионерскую деятельность, для мирянина, от патриаршей церкви. Ну, если есть, ну, за примерно хотя бы за последние тысячу лет. За маленький срок такой. А вот какая разница, все-таки большая разница. Чтобы с мирянином ездили, он сейчас митрополит Иларион у них там предстоятель. И он меня на машине возил на встречу с баптистами в Америке. Я опять вопрос задам. За тысячу лет примерно, кто на своей колеснице возил мирянина, чтобы он проповедовал еретикам? Была встреча. Все-таки разница большая между теми епископами и этими. Но это все-таки, я бы, он писал, когда Кирео Пасха, это еще пуча-то не было. Еще советская власть была. Пуча-то будет 19 августа 91-го года. Вот я показываю документ. А те, которые на меня нападают, миссионеры, то у них ничего и нет. Отдел нет. Он посылает одному. Один, ни два, ни три. Миссионерский отдел это два человека. Так. Что он говорит? Все, все. За отклик. Мы все прочитали? Прочитали все, так? Константин Королев. Здравствуйте, Инать Тихонович. Пишет вам Константин Королев из Канады. Надеюсь, что вы помните меня и моего сына Егора, который был в вашем лагере Стане в прошлом году. Понимаете? Вот. Помню. Там много лагерей. Ну спросите, вот русские там вот сейчас судят, Глеба Грозовского там, где у него? То есть у них, они были где-то. В Греции там. А чтобы из Канады прилетали в лагерь, сейчас частным лицом этот лагерь создан был. На навозной куче. Лагерь Стан в степи на навозной куче, что может быть круче. Я написал такой как гимн для лагеря Стана. Из Канады прилетают люди оттуда. Так у нас были с разных там из Бразилии, от Евреев и от Греции, откуда только не было. Приезжали люди. Дальше. Можно ли опять послать Егоров, потерявку этим летом? Вот так. У меня есть еще две дочери Элисавета, 15 лет, и Мария, 9 лет, которых я бы тоже хотел в этом году послать в ваш лагерь. Кроме того, если нужны рабочие руки в лагере, моя супруга Мария могла бы присоединиться к детям и помочь летом по женской части. Дайте знать, пожалуйста, насколько определены ваши планы по детям в этом году, после официального закрытия лагеря Стана. И если мы с Егором не разочаровали вас с нашими несостыковками в прошлом году? Видите, какое хорошее письмо. И если не разочаровали, а Егор тут многому научился. Иначе зачем они из Канады перелетать? Да и летают до Парижа, перелетают в Москву, а потом из Москвы... Это только пересадки на самолетах, а потом еще тут 150 километров на навозную кучу. А он перебрал все лагеря и ничего не нашел лучше. Ну, я хвалюсь, я просто хвалюсь моим Господом, который такой благодатью у нас наградил. Благодатью. У нас приезжают на крещение были из Франции, из Германии. Я уж не говорю, из таких, как Казахстан, Грузия, тут это рядом с нами. Я пишу ему. Игла, не разочаровали. Вы нам дороги. Всех в ваших детях с женой принимаем. Мы приобрели несколько домов в Потеряевке и уже начали в прошлом году ремонт. И к заезду 10 июня, думаем, закончить. Нам как раз и нужны работники. Примем с радостью. Вот ответ такой. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнат Тихонович. Очень понравился выпуск сегодняшний. События дня за 31.03.2017 года. За год с малым события дня превратились, вышекристаллизовались, выникальный... Выкристаллизовывались. Выкристаллизовывались. Выкристаллизовывались в уникальный жанр духовного журнала, в кавычках. Это я так для себя его прозвал. Есть современный модный жанр, глянцевого журнала, в котором все для мирского. Мода, известные персоны, вещи, туры, авто и прочее. А в вашем все духовное. Новости, друзья, молитва, семья и многое другое. Но на первом месте, конечно, Слово Божие, Святая Библия. И все в лучезарном свете этой книги. Почему говорю уникальный жанр? Да потому, что нигде во всем интернете ничего подобного нет и близкое. Ну, видите как. А всего ничего. Кто-то нам тему дал, какие-то Колесниковы, Николай и Анна. А нам говорят потом, так это враги вам подсунули. Нет таких Анна. Нет таких людей. Я и это беру. Изничтоженно, извлекаю полезно. Пропуск не было. Да он знает. Так, что нужно? Ну, если что, скайп подключить, если хотите. Они же отключились по скайпу-то. Да, они отошли, мы же подключали. Подключали, никого больше нету. Все ушли. Они ушли. Нет, было оно вначале-то где-то. Отошли спать. Потом посмотрим. Дальше. Потому что нигде во всем интернете ничего подобного нет и близко. Да, это прочитали. Что вы ежедневно, по часу минимум, о самом главном, о божественном. Да нет такого на всем просторе интернета. Вот и, пожалуйста, все творю все новое. Откровение 2.21.5 Еще. Врезались не то, что даже в память, а в душу ваши стихи из этого выпуска. В одном неэкономлено по старинке. Это называется стихотворение. Молюсь, стиши, не торопясь на память. Видите, какие слова. Молюсь, стиши, не торопясь, это понятно. А на память. Молюсь для памяти, чтобы знать, что делать. Духовное высиживаю по одной икринке. Как будто бы рыба какая высиживаю, но при том с рыбой связано. Дальше. Все, что по Библии, то в никуда не канет. Все, что по Библии, никуда не канет. В никуда не канет. Так. Очень зацепили меня эти строки. Храни вас Бог, Игнать Тихонович. Келийным братьям поклон. То есть это вам. Я тоже. Повторяю, у меня стихотворение. Три тысячи четыреста шестьдесят семь, написанных за девять лет. Каждое стихотворение девять куплетов четырехстрочных. Ну и вот три тысячи умножь на тридцать шесть строчек в каждом. И что получится? Сто тысяч строчек. И самое-то интересное то, что ни одной помарки нет. Вот я пишу как с чистого листа. Они стихами нельзя назвать. Ну, в них заложен очень большой смысл. Там бывает двойной, тройной подтекст. Переходить. Вот. Теперь я сразу показываю наши ресурсы, какие у нас есть. Вот для меня первый был «Это мой мир». Ну, Павел Дорожкин. Это о нем мы говорили тут дальше? Ну, да, он. Друзья, чтобы я его принял. Ну, так я, чтобы принять его в друзья, я делаю так. Готовим. У меня заготовка есть. Сразу даю данные о нашем сайте. Что они из себя представляют. Снова возвращаемся. Я показываю, как работать. Я принимаю его. Вот так вот напишу «Павел Дорожкин». Вот здесь снова выхожу на него. Вот он где есть. И написать. Написать. А тут сначала принять в друзья. Вот теперь он уже в друзьях. И теперь я вставляю. Ему посылаю. То есть не просто ему теперь ответ пришел, а... Ну, вот так. И кто еще? Елена Евдокимова. Теперь посмотреть надо, кто она такая. Елена Евдокимова просится в друзья. Пожилая. Сколько ей лет-то? Нету? 61 год. 61 год. Ну, вот это где-то и в Москве она живет. В брюках надето так. Елена, значит, платочек надеть. Если будешь смотреть это... Знаете, мне некогда писать тут. Ну, только она будто... Темные очки или нет у ней? Нет, нет. Не темные. То есть в темных очках не принимаю. И чтоб крупные было. Крупные. Видно было глаза. Ну, что теперь сказать? Надо принимать в друзья. Новое сообщение. И теперь я ставлю то же самое. Копирую и отсылаю. Все. А вот 29 отзывов уже пришло. То есть... А дружбу пока принимать не будете, да? Я принял ее? Нет? Нет. Это нам показывают. Нет, друзья, принял. Вот сейчас вы нажали, да? Принял. Но там нажал. Она, видимо, при перекидке незаметна была. Так, вот заметьте. Мой ресурс, мой мир. Это там, где я в шапке. Вот в шапке. А бывает другое странице, я с голубем. То это... Там не пишите. Там модераторы работают. Копию делают. То есть дублируется все. Ну и второе. Это очень богатый... Это... Форум. Вопросы появились. Это не вопросы. Это один пишет стихи свои. Владимир Мочалин. Вот. И я могу даже проверить, так это или не так. Вот сейчас глянуть. Он не пишет ничего. Он пишет стихотворение. Ну так и есть. Это я в любой момент могу прочитать. Вот гимн, который составили нашему сайту, он составил, написал. И где-то он там поехал, город писал, какой человек. Видно, что профессиональный певец напел это. Вот я об этом сказал. И хочется сразу показать. Многие даже ни разу не слышали. Вот сейчас я отступлюсь маленькой. И скажу, как это, что означает. Где здесь есть и нету. Здесь нету ничего. Восвете Библии. Вот оно где как. Вот посмотрите. Давай. Восвете Библии. Восвете Библии. Должны внести Слово Божье в сердцах. Всем людям планеты, земля. Забытые строки с любовью Отца. Мы с вами вновь правду Христа. Восвете Библии. Восвете Библии. О нем об истине. Мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе единый дни Идет мы в православный бой Не дай в грехах, забыв Божий страх Правители нынче в слезах Ты смело шагай и не унывай Другим на пути помогай С Христового пути нам нужно идти Пройти километры дорог Ты слышишь вперед, труба нас зовет И это все делает Бог во свете библии Поем об истине Мы путь прокладываем злой Делами дивными в Христе единый дни Идет мы в православный бой Вот столько врагов и столько друзей О Боге ты не забывай Ты в жизни своей все преодолей Лишь Божьему слову взывай Оно тем сильней, сердце твое Случи все ясней и ясней Ведь Бог свет создал из ничего И в мире всем станет цветлей В посвете библии В моем об истине Мы путь прокладываем злой Делами дивными в Христе единый дни Везем мы в православный бой О свете библии О свете библии Поем об истине Мы путь прокладываем злой Делами дивными в Христе единый дни Везем мы в православный бой Везем мы в православный бой О свете библии ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но если бы знали, кто-то его подсунул, даже враги не могут сказать. Они молчат. У них есть то, что они сидят там в студии, в передаче, лгут. Ну, кто какой гимн будет писать ему. Слава Иисусу Христу! Вот так. Ведем мы православный бой. Что интересно, у меня и тут один написал, и не кто-то, а Роман, который приехал. Я уже не буду... Так, стихотворение написал? И какое стихотворение-то написал? Стихи. Вот где-то есть что такое? В больнице, десятину. Он подрастает. Это мои стихотворения. А где же его стихотворение? Я не знаю. Это мой моряк. Так, наверное, моряком сейчас глянем мы где-то. То, что я на море был. И он на это написал. Нету, да? Нету. Ну, я не знаю сейчас, где его найти. Но где-то он у меня тут был. Значит, нету. Роман написал. Так хорошо написано. Ну, нету, да? Это другое. Где-то есть. Он мне сразу не подготовил. Вот поэтому так. Показываю наши ресурсы. И вот как раз коснулись его Владимира Мачалина. И вот я сразу показываю, как это есть. Дальше наш видеоканал. Вот когда он... А ну-ка, заряди вот сюда. Канал Игнатия Латкина. Сейчас мы узнаем точно, сколько чего у нас тут есть. Я не знал, что тут так можно найти. Почитал через мой мир. Вот сейчас посмотрим при вас, что ничего тут я не придумываю. Вот так. Здесь, наверное, нажать надо. Еще показано тут. 6869 видео. Вот. Это наши видео, не чужие. Только наши видео. Вчера какие-то данные, еще когда образован он был. Где? Возди свод, что ли, нажать, да? Нет. А куда? Где-то возди свод, ты говорил. Куда-то нажать, и здесь вот появились данные, какого числа наш канал был открыт. Нажимайте здесь. Возди свод? Да. Вот я нажал. Это такая картинка у меня. На картинку нажимать. Кажется, вот, о канале. О канале. Вот куда. Видишь, хорошо, что у меня Никита, он знает и подсказывает тут. Нажал. И теперь что? Вон написано, покажи, вот это вверху. Ниже, ниже. 6705 подписчиков, 5 960 647 просмотров. Дата регистрации 21 декабря 2012 года. Вот, 21 декабря. А как канал образовался? У меня получается, что я делаю, кто-то должен толкнуть меня на это. Я сам как будто бы не соображаю в этом деле совершенно. Что канал я где-то какой-то выставил, где-то ролик был. А Самира Тайгеева, мусульманка, и говорит, Татьяна Игнатиевна, учитель, вам надо свой канал создавать. Я говорю, Самира, а что это такое? И вот, пожалуйста, сколько это прошло? Если к декабрю нынче будет 5 лет. В декабре еще только будет 5 лет. А у нас уже, видите, это очень-очень большое. Я знаю, собрать вместе и Кураева, и Смирнова, и кто там выступает, вместе такая цифра не будет. Почему? Потому что у нас все богатое. Деревня, конкретно принимаемое участие, лагерь, миссионерские поездки такие, представьте, от Барнаула, Владивостока, и форт Находка, и до Лиссабона, Прибалтику, и прочее. Благодать Божия, благодать. Дух Святой, как на крыльях несет нас. И еще последнее, это во свете Библии. Называется православный библейский сайт. И вот здесь 4124 ответы. Из каких книгах взято? Вот. Это что-то тут непонятно. Это закрыть надо. Погасить можно, да? Теперь. Мы сейчас... И там папка такая о священстве. И мы сейчас эти стихи будем дополнять. Вчера было радостное у нас событие. Начитывали Новый Завет. Новый Завет. Вон туда его, покажи, он лежит у нас. Трехтомник наш. И он больше... Новый Завет, который в Библии, наш больше... Вон, с толкования блаженного фефилакта и мои комментарии. 7,37 раза больше. Ну и теперь... Мы вчера закончили считать. Закончили. Все. Теперь буду им выставлять только. Вопрос 2639. 12 том открытым окон. А священство папка называется. Почему люди более грамотные, как отец Павел Флоренский, не могли вложиться в рамки евангельской веры? И их куда-то заносило. Священник Булгаков тоже обвиняется в ереси. Зачем им нужно было? И вот Александр Мень, по порядку берем все. Зачем? Такой считался в то время в богослов Протопопов Вакум Кондратьев. Противник Никона. Ну, как говорится, во главе там стояло старобрящество. Его занесло, что стал уже не троиц, а четверицу. София, это София Эзим. София... Но это вот это тоже так же запутался. Ответ. Если бы они были чисто евангельского духа, то были бы похожи на апостола Павла. Им хватило бы из Библии. А так как они рвались продемонстрировать свою ученость, то допускали немало отклонений от Евангелия. Продемонстрировать? Запиши, какие слова спотыкаешься на них. Отдельно повторять многократно. У тебя будет сдвиг. Галатам 2.14. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-аудейски, то для чего язычников принужаешь жить по-иудейски? То есть не побоялся Петра противостал всем. На следующей неделе у меня будет ролик про Иоанна Кронштадтского. Показать, сколько там было намешано всего неевангельского. Притчи 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Вот и весь ответ. Григорий Грабби пишет. Флоренский был, конечно, человек выдающийся. В богословии у него была странная смесь консерватизма с софианством. В сущности, зараженным гноститизмом. Тоже третье слово запишешь. Он был предчечей Булгакова по этой линии. Но богословский гораздо более образованным. Он все-таки был магистром богословия и профессор Московской Духовной Академии. А Булгаков был только вольнодумец. Особенно в области экзиологии. Экзиологии. Четвертое слово выпишешь сегодня. Не забудь. Дальше. В частности, он старался найти оправдание Иудея. И одно время готов был перейти в католичество. Будучи православным священником. А это Григорий Граба, это епископ. Епископ пишет. Граф. Будь живыми эти личности, то мне бы хватило всего несколько минут. Я это говорю. Дальше. Чтобы мы разошлись бы с ними совершенно. Конечно, если бы они и при встрече со мной были твердые в своих умозаключениях. Галатам 26. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Дальше. Мне кажется, я так и понимаю, что человек сам по себе так слаб. И не при землетрясениях, и не при цунами. Но когда здоров, свободен и не раб. То есть слабый даже когда самое сильное у него состояние. Он хрупкий более фарфоровой посудой. Готовый треснуть, шкурно расколоться. Чужого мнения боится, его петух осудит. Козой проблеет, пострадав от злости. Слаб человек утроби не изменит, и ради жирного и вкусного куска путь извилюжит горловою змейкой, и невзначай отвергнется Христа. Вот это почему ты запинался? Что-то тебе непонятно? Он хрупкий более фарфоровой посуды, готовый треснуть, шкурно расколоться. То есть ради выгоды какой-то он расколется, все, откроет, друзей выведет. Понимаешь, посударь и человек расколется. Чужого мнения боится. Его петух осудит. Какой, как Петра прокукарекал-то. Козой проблеет, пострадав от злости. Они вообще злые такие, козлы бывают. Он ослабел от темени до пятки, когда в коленях прозябает дрожь. С душой и душенькой во сне играет в прятки, как на сберкнижке сохраняет ложь, копит и копит эту ложь. Выражения-то какие? Хребет не выдержит давления от власти, под бременем забот сииминутной. Развод в свободу, к новой лип напасти, нам без числа под женами согнуты. То есть это подкаблучники. Сегодняшний человек, мужчина, настоящий, что в семье был хозяин, это редкость. Подкаблучники. И поэтому правят женщины. А женщина правит, понятно, куда человек уедет-то. Хребет не выдержит давления от власти, когда власть на тебя надавит. Или власть тебе дадут. Под бременем забот сииминутных. Депутаты-то что решают-то все? Развод в свободу, к новой лип напасти, нас без числа под женами согнутых. И с каждым годом не сильней, слабее, оказываем противоборству злу. Все человечество в маразме не взрослеет, наказы предков превратив в золу. Но есть возможность вдруг переродиться, новозаветным стать в душе Самсоном. Сосудам годны, на потребу чисты, а одним мизинцем поднимая тонну. Еще себе. Уверовав Христа, мы обличемся силой, животворящий дух наполнит душу, тело. Перед Христом раскроются могилы, разбитые сосуды, по воскресенью целы. Не расколется, как фарфоровая посуда. Нет, а таких не скажешь, будто слабы. Их сила в проповеди, правоизвестник жизни. Нектар всех кувшинов. Нектар всех кувшинов. Да кувшинов, если что стиль. Кувшинов, да. От добра от рада. Переливается в иных и не закиснет. Не закиснет. Ну что ты так прямо, как ноги связанная. Не умею, если я что могу сделать. Нет, а таких не скажешь, будто слабы. Их сила в проповеди, проповедник жизни. Нектар всех кувшинов. Да брат рада. Переливается в иных и не закиснет. То есть слово Божие везде живо, действенно и не умирает. Работать надо. Поэзии так не считают. Далее. Я разговариваю строго, стараюсь сдвинуть с места, потому что пора уже. Вопрос 1432. Пятый том, открытым окном. В газетах пишут иногда одно, потом другое. Так о местном епископе писали, что он буйствует, самодурствует по отношению к священникам. Срывает кресты и рясы. А потом другие люди пишут, что он на самом деле кратчайший человек. И ему просто нет равных во всей московской патриархии. Его избрал сам патриарх и благословил, чтобы он окромлял такой большой край, как Алтай. Так что же есть на самом деле? Это мне вопросы задают по радио, когда я вел три программы. В институтах, университетах. Такие вопросы это в милиции могли задать. Я вел отдел в пяти отделах. Потом городской шестой отдел и краевой УВД седьмой. Ответ. Относительно того, что сорвал крест с отца Павла Ермоленко из камня на обеи, на это есть живые свидетели тому. А что пишут другие, то и к ним нужно прислушаться. Что они имеют в виду, когда говорят? Одно то, что начинают этим эксцезом давать чисто патриархийное объяснение, что все это ложь, что это происки зарубежной церкви, что это враги церкви пишут. Одно это объяснение говорит, что защитники епископов лгут, и в другом практически же во всем... И в другом, запятая, практически же во всем лицемерят и лгут. Что происходит в епархии, это достойно пирах Шейспира, а не место благодати. Ну, допустим, с отца Павла срывали, и сидели кто? Рядом были, не заступились. Здесь, я скажу, это отец Николай Войтович, допустим, был, не знаю, был он, не был, умер, нету. Антония? Нету. Это не Антония, Максима, Максим Дмитриев, он сейчас где-то там, Ельце. И погибло, уехал в Санкт-Петербург. Отец Александр, тоже Войтович, умер, там 41 год, кажется, был. Никого нигде нету. Слово «окормлять» так звучно характеризует тех, кто кормится подручных у эрихиреев. Они получают на прокорм, прикормлены, окормляются. Раньше ЦК партии выбирала из шести кандидатур в епископы, из самых лояльных к советской власти, то есть самых бесхребетных, самых лютых коррелистов и готовых выполнять любое повеление своих хозяев. Чего и изволитесь. Вот так и выбирать сегодня. Но уже не партия, а Синод, который, по словам отца Глеба Якунина, есть пятый отдел КГБ, их агитпункт, когда стали известны их агентурные клички. Вот такого они и выберут, чтобы он, как в народе говорят, не в зуб ногой, а вернее только этим зубодоробительством и занимался, как и Оренбургский Никон прославлен при жизни, провонял на весь мир. Год епископа Максима. Противоверечивыми деяниями отмечено правление нового владыки Барнаульско-Алтайской епархии. Кавычки взятые. Дальше. В последние несколько месяцев в Барнаульско-Алтайской епархии происходят события, вызывающие недоумение и тревогу широкой общественности. Одно за другим следует лишение креста, снятие с должности настоятелей храмов, опечатывание церковных касс. Причем нередко эти события разворачиваются не на периферии вокруг малоизвестных фигур, а в самом сердце епархии, Барнауле, и касаются столпов алтайского православия. Одна купель и одна касса. На крещение Господне 19 января в Барнауле был удивительно светлый праздник, собравший вместе тысячи людей. Пред водительствуемые владыкой Максимом Барнаульцы проследовали крестным ходом по улицам родного города Каби, и многие из них приняли крещение в водах Великой Сибирской реки, освященной епископом. Крещение приняли. Ни одного крещения не было. Купание. Вредное для здоровья притом. Такое случилось впервые за несколько последних десятилетий. То есть вот это он любил. Ёлки наставить везде, все это, фишки это разные. Это он очень любил. Это крестный ход. Исключительно заслуга преосвященнейшего владыки Максима, говорит секретарь епархии, настоятель Никольского храма, претриерей Михаил Капранов. Все, его нет. Умер, тоже умер. Внезапно, как мор прошел. По его словам, многие представители духовенства не были уверены в успехе возрождения традиции. Но владыке удалось переломить сомнения. То есть традиции. Ёлки разные там. Ну, как говорил патриарх Кирилл, говорит, все эти погремушки то уберите. Между тем, сам отец Михаил столь высоко отозревшийся о деяниях епископа и окромляемый им приход с некоторых пор попали в немилость владыки. Корреспонденты свободного курса были свидетелями того, как 20 декабря прошлого года в Никольском храме по распоряжению преосвященнейшего опечатывалась касса. Присутствовавший при этом его представитель отец Алексей Крючков от каких-либо комментариев отказался, сославшись на отсутствие благословения владыки. Здорово. Такая же участь постигла в течение года Покровский собор и Знаменский женский монастырь. Что интересно, попустился на самую сердцевину. Ну, ясное дело, священники объявили войну ему, комиссия за комиссией и поехали в патриархию. И все, его убрали. А на его место прислали другого. Иначе он бы сейчас был митрополитом. А он так теперь засох на епископской должности. А его там на какую-то разрушенную епархию кинули. А Алтай-то это богатейшая жительница Сибири. Управлявший в соборе до приезда владыки Максима, протеерей Николай Вольтович и настоятельница монастыря Матушка Надежда Чанова получили порицание епископа. За что? Не доумевает народ. А в ответ молчание. А в ответ молчание. То есть епископия не отвечает. Вот и ползут по городам и весям края слухи одни фантастичнее другого. А попробуй так вот. Вот ползут по городам прочитай так на одном дыхании. Вот и ползут по городам и весям края слухи один фантастичнее другого. Не толчками. Ну-ка прочитай. Вот и ползут по городам и весям края слухи, одни фантастичнее другого. Как будто дыхания не хватает. Ладно. И дальше? С духовным наставником Алтаю повезло. Автор, пришедший в редакцию... Свободного курса. Письма? Валентин Зайцев винит журналистов. В последнее время в алтайских газетах периодически начали появляться статьи, критикующие местную православную церковь и ее предстоятеля, епископа Барнаульского и Алтайского Максима. Возникает ощущение, что идет намеренная травля предсвященного. Даша Кузьмина в московском комсомольце на Алтае, номер 1-2 за 2003 год в своей статье «Вразумление. Под Новый год от епископа». Пишет, что владыка Максим якобы отбирает деньги у храмов для того, чтобы отослать их в Москву для оплаты за свое епископство. Неужели патриарху? Как только такое могло прийти ей в голову? Это пришел из епархии человек там, и он это все говорит. Все обвинения в алтайских газетах в адрес церкви и предсвященного владыки сплошная несуразица и ложь, считает автор письма. Краю повезло с духовным наставником. Он высоко оценивает личностные качества владыки Максима. Истинно достойный монах, проявившийся и анонимный служение Господу. Человек высочайшей морали, глубокого смирения, образования и в то же время хороший организатор и хозяйственник. Наследство ему от прежнего епископа, безвременно ушедшего владыки Антонии, досталось богатое, но сложное. Отсюда, по мнению Валентина Зайцева, и все проблемы. Во-первых, я не люблю слово «проблема», а дальше что это? Кто это звонит? Рустам. Ну, и что? Что сделать? Вызывайте, нет? Не знаю. Что делать? Просто тебе монетку найти. Ну, давай посмотрим, что будет. Ничего, ничего не будет, не видать никого. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вас не видно, кто говорит? Почему вас не видно? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте, вас не видно. Кто вы такой? Почему вас не видно? А должно быть. Не видно, у вас что, глазка нету? Есть глазок. Ну, а почему вас не видно? А сейчас видно? Не видно. Давайте я перезвоню. Так, подождите Что вы хотите? Да я хотел с вами пообщаться Так, подождите, так не делается Вы сначала внизу бы написали Свободен я или нет, у нас идет запись Подождите с полчаса Можете подождать? Конечно У нас запись идет, и поэтому что говорим Это все в запись вошло уже Все, с Богом Отключайтесь скорее Надо написать сначала Свободен я, не свободен Он еще не знает, новый Дальше Люди просили у владыки Антония Открывать побольше храмов на Алтайской земле И получали их Это он говорит, сайцем Валентин Стало катастрофически не хватать священников И владыкой с сверхуальным советом Было принято решение Рукполагать во священство прихожан Не имеющих духовного образования Но истину верующих Но среди рукоположенных оказались К сожалению, случайные люди Самочинно вводили новшества Импровизировали во время службы Недостойно вели себя с прихожанами Не проявляя к ближнему любви Завещанной Господом Были даже случаи, когда на службу приходили пьяными Каждый пятый священник Не за Богу угодно Дела запрещен был в епархии Представьте себе Из 100 священников 20 запрещенные А некоторые превращали свою деятельность священников В проповедь национализма И сели среди прихожан недоверие И к светским, и к церковным властям Промысел помог многим исправиться А с некоторыми необходимо было расстаться Принимать это неприятное решение Выпало уже владыке Максиму Вот он главное как Тогда говорил один священник Ни одного, говорит, совещания не было в епархии Чтобы вами, вот нами, крестовозвиженского общества Он не начал говорить, не поменял лапкины в конце этого А в конце патриарх тогда был Алексей II Он про нас тут интересовался И его сильно тронуло это Я не знаю, в это время Кирилла избрали или не было И мы когда в епархии были с нашим епископом Он даже хотел на вертолете прилететь Вот да как припекло Но этого ничего не было Его отсюда убрали Но он у нас побыл в Потеряевке Видел все И отношения внезапно изменились благодаря патриарху В эти дни исполняется год с момента вступления В должность епископа Барнаульского и Алтайского Пресвященного владыки Максима Это все в газете пишут Под заголовки Дистанция Заметим, Славон Укурский был одним из немногих изданий Которое не вмешивалось в церковные дела Видимо, по этой причине автор письма решил изложить свое видение Происходящее в нашей газете И, казалось бы, разъяснил ситуацию Действительно, существует в огромной Алтайской епархии Проблема кадров и чистоты веры Для того я открывал в свое время владык Антони в Барнауле Духовное училище Чтобы восполнить этот пробел Вот сказать, когда Антони умер в 41 год Кто говорит, отравлен был Не знаю У меня были близкие отношения Он у меня дома был Обедали вместе Тут Надежда Васильевна пирогами нас баловала С ним ездили Он предлагал, мне кажется, два или три храма Которые мог бы отдать, чтобы проповедовать Даже без рукоположения проповедовать Ну, то есть, в часа рукоположить И его не утвердили где-то Кто-то, я так понял Но патриарх его спрашивал Он вернулся и спросил Какие отношения у Вас с Игнатием Лапкин Я говорю, так и спросил Да, так и спросил Патриарх Алексеев II Но я сказал, говорит, очень хорошее И в самом деле Он был здесь И он погиб И он как раз Основатель этой епархии Его похоронили здесь Его Максим Ночью Ну, конечно, как вот Перезахоронение Хрущевым Сталина было Раскопали На кладбище увезли И захоронили Ну, и, конечно, тут Нашлись и санэпидемстанции И родственники Антония Масендича Которого он раскопал Убрал И люди начали жаловаться И пришел тогда указ Какое-то порицание Этого Максиму И чтобы обязательно Печатать И церковный Здесь журнальчик идет Ну, как газета Журнал Настоящий уже Алтайская миссия И там это было Напечатано А тут еще Кто-то ему Приделал Когда выпускали Газету То ему нарисовали Крестик На клобуке А крестик Это архиепископ Что они тут делали Выискивали Кто это сделал А это сделать Надо было на печати Чтобы отпечатать С него Так и не нашли Ну, посадили Семинаристов И они на каждом Журнале Крестик Зарисовывали Этого уже Патриархия Не простит А его Когда рукополагали То его Почему-то Он оказался На приеме У Путина И у него Заходишь в епархию Когда там Портрет огромный Портрет Путина Сзади кресла Патриарх Тут и все Ничего не помогло Когда стали Превращать в метрополию То прислали человека Который Много лет Был священником Иванников Сергий Отец Сергий И вот тут Не так давно Рукоположили В епископы И потом в метрополиты Температура Сразу изменилась Необыкновенно Добрый души Человек Честный Радостный Много раз был Потеряевки Служит вместе Дает такие характеристики Я сам себе бы Такую даже не дал Видите Как Бог сделал А там мы Когда были В нашей поездке По Европе То заехали Люди Елец И искали Этого Максима Так и не могли найти Где дом Его нашли Все Нету И все И старосту нашли И где он появляется Ни под каким видом Не появился То есть Мы даже не знаем То ли прятался То ли что Дальше Только к столпам Алтайского духовенства Попавшим в опалу Владыки Максима Это никакого отношения Не имеет Кассы самых крупных Храмов Барнаула Опечатываются Насколько известно Савону Курске Для того Чтобы централизировать Средства епархии Централизовать Централизовать Что вызывает Неприятие Не только священников Но и прихожан Здесь сильный Был бунт у них Интеллигентная Публика Оказывается Жертвовать епархии У Никольского Прихода Были планы По дальнейшей Реконструкции Храма Являющейся Памятем культуры И архитектуры Барнаула Среди прихожан Покровского собора Идут разговоры О том Что благочинного Ермонаха Романа Корнева Остранили От должности И сослали В Карабинический Монастырь А бывшего Председателя Приходского совета Отца Николая Войтовича Лишили права Ношения Митры И второго Креста Чтобы освободить Место в храме Родственнику Епископа Отцу Владимиру Это газетам Все пишет Так вот здесь Говорит Корабейники Святого Саля Романа А он прям Литовал против нас Когда мы приехали Туда А его поставили Епископом Видите какая Игра идет Здесь же Служит еще один Родственник Отец Алексей С другой стороны Ходят слухи О больших Финансовых Злобопотреблениях В Покровском Храме За это Мол и был Наказан Протеерей Николай Ватович Лишившийся Многих Церковных Наград Которую Ему Впрочем Постепенно Возвращают Идет следствие При этом Бухгалтер Остается На месте А среди Прихожан Обсуждается Фантастическая Для Барнула Сумма Жалования 5000 долларов Которую Якобы Положил Новому Благочинному Собора Мужу Своей сестры Владыка Максим Что произошло На самом деле Никто не знает Бывший Редактор Газеты Алтайская Миссия Вера Ворсина Признается Что после того Как ей самой Лицу Нематериально Ответственному Попытались Предъявить Финансовые Претензии Она начала Сомневаться Справедливости Обвинений Выдвинутых Против других То есть Она не сомневалась Писала А когда на нее Наложили Теперь стала Сомневаться Вот это Недуховно Я знаю Она такая Полная женщина Добрая очень Узнать Об истинных Целях Принимаемых Решения От владыки Журналистам Попросту Невозможно Автору Этого материала В течение Двух месяцев Добивался Встречи С епископом Чтобы получить Комментарий О ситуации В Покровской Церкви Села Быстрый Исток Прихожане Которые 1350 человек В письме К владыке Просили вернуть Крест священнику Отцу Борису Тарасову Но дальше Общение С реферантом Преосвященного Дело не пошло Референтом Референтом Автором письма Из быстрого Истока владыка Тоже не ответил Тамошняя церковная Община до сих пор Пребывает в недоумении И надежде Что есть что-то Разъяснят Корреспонденту же Свободного Курска Эферентом Сергеем Гончаровым Было рекомендовано Не поддерживать Прихожан А безоговорочно Встать На сторону И перехоального Управления На вопрос Почему Сергей Михайлович Ответил Лаконично Весомо Потому что Мы здесь Выше И умнее Но разве Можно в церкви Жить по закону Курятника Попасть на прием К владыке Вообще Достаточно сложно И мирянам И священнослужителям И жаждущие Общения Со своим Архипасторем Просиживают Часами По двери Приемной Но если Кому повезет Говорят Общение Может оказаться И весьма душевным Все зависит От настроения Владыки Я принес Бумагу Я прошел Ну в деревню У нас день Деревни был Отнес КГБ ФСБ Краевую администрацию Везде Прокуратуру Везде приняли Заводы Где нужно было Тут не могу Бумагу принимать Бумагу принимать Четверг Только с 8 до 10 Ну как то Бумагу-то принимать Я же не на прием Иду Это передать Не могу Никак Я когда-то Начал уже Строжиться И тогда Секретарь Прибежал И взяла Бумагу Что привнес В жизнь Православных Алтая В отношении Между церковью И обществом Первый год Правления Владыки Максима Отзывы на счет Достаточно Противоречивы У многих Верующих Вызывает Недоумение Нежелание Владыки Разъяснять Пастве Принимаемые Им решения Напользую Это И церкви И обществу В целом Тамара Дмитриенко Это написала Да поясняет Дальше Дмитра Головной убор Епископа И некоторых Заслуженных Священников Надеваемые Во время Богослужения Как это интересно Во время Богослужения Надевать Надо шапку Наоборот Кто с покрытой Головой Постыжает Голову Все сменилось Здесь Над речной Купелью 19 января Православное Духовенство Барнаула Пребывало В благовейном Единении Пред Господом Протеерей Михаил Капранов По праву руку От владыки Протеерей Николай Войтович По левой Глядя на эту Идиллию Человеку Непосвященному И в голову Не приходило Что правящую Верхушку Епархии Раздирает Противоречие Это все После словия Этой статьи Пишут Нету Михаила умер Капранов Войтович умер Этого сослали Все пустое место А вода утекла Справка Свободного Курска Курска В Алтайском крае Насчитывается Около 200 Православных Двухсот Двухсот Около Священнослужителей Более 100 тысяч Жителей Регулярно Или периодически Бывают в храмах Свободный курс 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 Номер шестой За 6 февраля 2003 года Страница 14 Вновь Нападки на церковь Верующие края И церковный притч Долго ждали Нового назначения На место Неожиданно Умершего Владыки Антония Священный Синод Не поторопился Не торопится Не торопился Тщательно Подбирал На этот важнейший Пост Церковной Иерархической Лестницы Истинно Достойного Монаха Проявившего Себя На ниве Служения Господу То есть Он ни дня Священником Не было Максим Он хором Руководил Там где-то Был И вообще У нас отношение Было Первый раз Когда встретили Закон Это вы Игнатия Я в Тобольске Сколько о вас Слышал В Тобольске Слышал Встал Ну прямо Обнял И все И вдруг Сделался Как самый лютый Враг И больше Ни одной встречи Не было Нужен был человек Высочайшей Морали Глубокого Смирения И в то же время Хороший Организатор И хозяйственник И конечно же Высокообразованный Глубоко Верующий Молитвенник Отобрали Ни одного Кандидата Зачем Тщательно Изучали Каждого В конце концов Остановились На игумене Максиме Преподаватели Тобольской Духовной Семинарии Он обладал Всеми Перечисленными Достоинствами За плечами Семинария Академия Защита Кандидатской Диссертации Вот я про это Как раз и говорю Вот что ищут они Какие-то знания Академии Он дня не работал Священником Но дня не был Лейтенантом Как можно Генералом ставить А епископ Это генеральское звание Генеральское Архиепископ Генерал-лейтенант Метрополит Генерал-полковник Ну а патриарх Маршал И когда они были У царя То они именно Садились на то место Которое соответствует Воинскому званию Которое я сейчас называю Местный сейчас епископ Он всю жизнь Сто был священником И поэтому У него такое общение Он знает Как к каждому человеку Подойти Опыт Опыт нельзя На бумаге узнать Ну ты можешь сидеть Ну взять какую-то палочку Представлять что Ружье стреляешь Но если ты на охоте Ни разу не видел Ты ни одной утки Ты не убьешь Практика должна быть Наследство От прежнего владыки Досталось богатое Но и сложное Но неисправившиеся люди Даже уйти достойно не сумели Начали писать По инстанциям Не только жалобы Но и кляузы В том числе И в газеты Некоторые журналисты Почув запах Жареных фактов Ринулись по церквам А так как благословения На интервью Они нигде не получили То довольствовались Теми фактами Которые изложили В своих письмах Клеветники Клеветники Даша Так и появились Разоблачительные Статьи В алтайских газетах Но постепенно Разоблачительный Накал этих писаний Перешел на личность Патриарха И всю русскую Православную церковь Но по ходу Этой статьи Становится понятным Откуда ветер дует В пример чистоты Ставится русское Зарубежная церковь А она Как известно Никакого Канонического Отношения К русской Православной церкви Не имеет То есть Не владыка Максим уже Объект критики Но сеется Недоверие ЭКПЦ Вообще И кажется Уже не странным Что эти Правдоискательские Статьи Появляются Во время Компании Многочисленных Нападок Прессы На церковь По поводу Школьного предмета Основы Православной культуры Несмотря на Большую занятость Ведь владыка Максим руководит Обширным Иперхиальным Хозяйством края В то же время Сам ведет Службы В храмах Одновременно Он Ректор Духовного училища Главный редактор Газеты Алтайской миссии Находит Находит Время Для приема Граждан Внимательно Выслушает Даст Духовные Советы Наставления Если в его силах То поможет В чем-либо Мне Простому Верующему Пришедшему По личному Делу Еще летом Владыка Уделил Часа полтора В разговоре Он был мягок Добродушен Чрезвычайно Внимателен Впрочем Как и полагается Монаху И наводит Порядок Своей епархии Так же спокойно По деловому А в критических Газетных Статьях Владыка Максим Прямо таки Фантомас Разбушевался Сейчас Владыке Максиму Очень тяжело Тяжелые Финансовые Проблемы Епархии При первой Беседе С ним Я посочувствовал Большие Долги Вам достались Они Меня смиряют Проговорил Он Доверительно Как верующий Верующему Эта Небольшая Фраза Для меня Было достаточно Чтобы понять И на этот раз Нашему краю Повезло С епископом Понимаете Вот здесь Говорит о чем Что Он давай Касса Печатает Все другое А люди Которые Неверующие Спонсоры Помогали И все Прекратили Помогать И он Не выиграл А проиграл А этот Открыл дверь Все по хорошему И опять Открылись И автобус Купили Там И прочее Каждый Воцерковленный Мирянин Знает Что Критиковать Священнослужителя Большой грех Тот Кто Истинно Хочет Помочь Должен Молиться Критиковать Нельзя Это уже Прикормили Да где ты Видел Такое Когда Священников Какими Называют Как проклинает Их Бог Как убивает Пророки Никогда Не говорили Этих слов Они знают Воцерковленные Слова Какие поганые Изучил Рожденный Свыше И нерожденный А его Заменили Одним словом В писаниях Мужей апостольских Святой Игнатий Тот самый Кого Ребенком Носил на руках Господь Иисус Христос Говорит Смотрите На епископа Как на самого Христа Эти слова Богоносца Относятся Как к священникам Так и Мирянам А в книге Правил Говорится Кто Критикует Епископа Тот Отлучается От церкви Нет этого Обмана Это он не знает Слово критикует Вообще Даже нет Такого слова Правила Однако Тех газетчиков Которые критиковали Преосвященного Отлучать не надо Они и без того Вне церкви Тогда же Что же Их подвигает К нападу Ладно Мы неправильно Не знаем Кто другой Я то не участник В этом деле Но одно то Что Патриарх Его убирает И в захолустье Сует А это епархия Это было Представь Что перед ним Было Он все потерял Вот и все Нет Это уже не какие-то Критиканы Это патриархия Не один патриарх Это делает Синод решает Перевести его Все обвинения Все обвинения В алтайских газетах В адрес церкви И Преосвященного Владыки Сплошная Несуразица И ложь Еще заговорил Ложь А патриархия Вверху верит Его убрали Что тебе в доказ Конечно результат Я не буду Я 6 лет Церковь Сама разберется В своих проблемах И справится Как разбиралась И справлялась В течение двух тысяч лет Не разбиралась И не справлялась А Господь ее на переплавку посылал Валентин Зайцев Редактор газеты Плюс надежда Если это надежда Газеты Кажется ее и нет С приходом нового епископа Видимо все сгорело И бесследно исчезло Еще Есть возможность Нет Все да Ну и все Слава Богу Ну все Так